Здравствуйте! Вы смотрите Курзомское телевидение. В эфире новости Венсполса. В студии Татьяна Саксаганская. В результате полученных травм в Северокурзомской региональной больнице скончался молодой человек. Где и при каких обстоятельствах телесные повреждения были ему нанесены, предстоит установить полиции. Также неясным для стражей порядка является и то, почему сотрудники травмпункта сразу не сообщили им о том, что к ним обратился человек с такими травмами. В свою очередь в больнице уверяют, что кроме как на небольшую рану пострадавший ни на что не жаловался. Визуально определить другие серьезные травмы не было возможности. При невыясненных пока обстоятельствах в результате тяжких телесных повреждений скончался молодой мужчина, не раз становившийся героем новостных сюжетов. Смерть, кажется, ходила за ним по пятам. И год назад он даже смог ее обмануть, после того, как подержал в руках неразорвавшуюся гранату. Тогда он еще был арендатором одного венсполского бара, который хотели изжечь и взорвать, бросив через дверь гранату. Еще до приезда саперов он сам ее обнаружил, подержал в руках. Как потом ему пояснили, только чудо спасло его от взрыва. И посоветовали выпить за второе рождение. Примета, что бомба дважды в одну воронку не попадает, не сработала. И год спустя жизнь молодого человека все же оборвалась. При каких обстоятельствах ему были нанесены травмы, повлекшие впоследствии смерть, а также почему он не рассказал о них медикам сразу, предстоит выяснить полиции. Ситуация такова. Информацию о случившемся мы получили из больницы только в понедельник утром. Он умер в больнице. Проверяя, при каких именно обстоятельствах, выяснилось, что в больнице он обращался еще в пятницу вечером, а затем в субботу. Ему было плохо. Потом он был отпущен домой. И когда снова вернулся, его оставили на обследование и констатировали перелом основания черепа. Он обратился 7 числа днем по поводу небольшой раны. Были наложены швы. Он сам обратился в больницу и был в полном сознании. И если где-то в масс-медиа или на порталах муссируются слухи, что травмы получены у Изибара или еще где-то, то этот факт не подтвержден. Он не захотел писать заявление в полицию, что ему было предложено дежурным травмпункта. И предоставил скупую информацию о себе. В журнале написано «Бытовая травма» и знак вопроса. Во второй раз в травмпункт молодой человек снова пришел сам. С жалобой на то, что рана на губе продолжает кровоточить. И только в этот раз медики констатировали, что у него травмы гораздо серьезней. К процессу лечения подключились и травматолог, и дежурный невропатолог, и врач-интернист, и реаниматолог. Трижды сделали компьютерную томографию головного мозга. Снимки отправляли в Центр медицины катастроф в Ригу для консультации нейрохирурга. Но оперативного вмешательства не потребовалось. Хочу сказать, что медики сделали все необходимое. Я сам просмотрел историю. Оказалось, у пациента имелось сопутствующее заболевание. Он принимал медикаменты, разжижающие кровь, поскольку ранее перенес операцию на сердце, в связи с чем был повышенный риск кровотечений. Чрезмерное употребление лекарств, которые разжижают кровь, при любой небольшой ране может оказаться фатальным, рассказывает заместитель главврача Северокурзомской региональной больницы. О том, что молодой человек употребляет эти лекарства, узнали от него самого. Только тогда, когда он обратился за помощью во второй раз. Чтобы остановить кровотечение, ему дали антидот. Информацию о медикаментах, которые принимает пациент на первом этапе, можно получить только от него самого. Вопрос, могли ли медики определить тяжесть травм на глаз. Визуально у нас очень опытные травматологи, и с такого рода травмами они часто сталкиваются. Необходимо собрать анамнез, свидетельствующий о травме головы. Есть ли жалобы на головную боль, на головокружение, слабость, потерю сознания. Таких жалоб не было. Обычно, если есть подобные жалобы, то тщательно осматривают голову. При необходимости направляют на рентген, делают томографию. Без оснований мы этого не делаем. Не надо его обвинять, но он нам ничего не рассказал. Эти сведения помогли бы нам быстро сориентироваться. Сообщать о возможной драке и полученных в её результате травмах погибший не стал. Он не рассказал о них медикам, не обратился в полицию с заявлением. Возможно, недооценил серьёзность полученных им телесных повреждений. Полиция проверит, почему работники травмпункта не поставили их в известность сразу, как только пациент обратился за помощью. Сотрудникам больницы нужно было сразу, как только они установили, что у него перелом основания черепа, сообщить полиции. Сотрудники травмпункта, если у них есть точная информация, что это криминальная травма, обязаны сообщить об этом полиции. Но в данном случае такой информации не было. Он мог получить такие повреждения в бытовой ситуации, например, удариться. Мы не можем вмешиваться в частную жизнь. А когда наступила смерть, мы сообщили полиции. Поэтому такое недопонимание. Полиция начала уголовный процесс по 13 части уголовного закона о преступлении, направленной против здоровья человека. Проверят также связь с тем уголовным делом, которое было начато в прошлом году после попытки взорвать и поджечь бар, арендатором которого являлся погибший. Врачи же, в свою очередь, ещё раз напоминают о необходимости предоставлять полную информацию о принимаемых лекарствах и полученных травмах, поскольку эти сведения могут стоить в конечном счёте жизни пациента. Коллектив Курзомского телевидения выражает соболезнования родным и близким погибшего. Десять дней жильцы дома по адресу Перкуни-17 жили без воды, и причиной тому стали замёрзшие трубы. Все эти дни жильцам дома приходилось покупать воду. Один раз предприятие «Удека» доставило бочку с питьевой водой, а потом по заданию обслуживающей компании был сделан отвод в водопроводе, где жильцам и предложили брать питьевую воду. Только вид этой воды не внушал доверия. В субботу настал долгожданный момент, когда специалистам удалось восстановить подачу воды. Испорченный водопровод – не единственная беда этого дома. В подвалах у нас эти трубы старые, ещё с тех времён, как дом построен. То в одном месте прорвёт, то в другом месте прорвёт. Мы сколько раз говорили, что у нас в подвале вода. Мы потому что подвалом не пользуемся уже, наверное, 10 лет. Там всё плавало. Ремонт у нас – это с советских времён. Ну, там что-то пытаемся сами сделать. Крышу чиним сами. У нас балкон протекал, балкон сами. Дворника нету. Вот это вот заделали сами, чтобы оно не текло уже, чтобы не стояло лужи. Не имеем ни света, ни в коридорах, ни на крыльце. Это осенью страшно к дому подходить. Неизвестно, кто тебя ждёт. Дом принадлежит государственному агентству приватизации, а обслуживает его компания «Венсполснами». Правда, жильцы считают, что обслуживанием это назвать трудно. Все исправно платят за квартиру, а дом при этом в запущенном состоянии. Крыша течёт, состояние лестничных клеток пугающее, а подвал лучше не заходить. Парадным дверям более 30 лет. Отапливаться приходится дровами. Жильцы дома говорят, что куда они только не обращались. Но все на них давно махнули рукой. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулагин, Курзамское телевидение. Предприятие «Венсполссилтумс» приглашает на День информации, который состоится 13 февраля в 17.30 в дигитальном центре на втором этаже. В этот раз тема «Платежи за отопление в январе 2014 года». На Дне информации ждут и управляющих домами, чтобы вместе с ними найти решение для эффективной поставки теплоэнергии в квартиры. Диагноз «дислексия» вызывает у родителей растерянность и страх. Лечится ли это и как помочь ребенку с дислексией? С медицинской точки зрения это специфическое избирательное нарушение процесса обучения чтению и письму при сохранении общей способности к обучению. Проблема в том, что диагностировать дислексию непросто, а между тем ею страдают очень известные люди. По мнению Рональда Дэвиса, основателя американского центра по исследованию проблем чтения, некоторые люди рождаются с таким генетическим кодом, который позволяет им использовать ту часть головного мозга, которая изменяет и создает восприятие. Их интеллект не отличается от интеллекта остальных детей, и даже интеллектуальный коэффициент может быть очень высоким. Единственная проблема в том, что они не могут прочитать и не понимают, что написано. Но если я такому ребенку читаю вслух, он прекрасно отвечает на все. Дислексия – это вид специфического нарушения обучения, имеющий неврологическую природу. Она характеризуется неспособностью быстро и правильно распознавать слова. Осуществлять декодирование и осваивать навыки правописания. Например, при чтении какого-то слова он начинает читать с третьей буквы, пропуская первые две. Когда у него спрашиваешь «Ты что, не видишь их?», он отвечает, что видит, но не знает, почему он их не прочитал. В общем учебном марафоне, так условно назовем школьную программу, дети находятся в разных условиях. Пока одни решают задачу, условия которой уже прочитаны и понятны, то ученик с дислексией не может даже приступить к решению задачи. Он не понял, что нужно выполнять. Ученик не успевает за стандартным ходом учебного процесса. Если ребенок, получая систематическое качественное образование, в течение двух лет не может освоить навыки чтения и письма, то можно говорить о возможном наличии у него дислексии. Проблема в том, что поставить диагноз «дислексия» в Латвии не так-то просто. Некоторые латвийские специалисты считают, что это нейрокогнитивное нарушение. Общество дислексии не видит когнитивных нарушений, а только аспекты неврологии. В Латвии нет определенного понятия, что такое дислексия. Мы в Латвии еще в поисках. Группа ученых сейчас разрабатывает тест. Я тоже участвую в испытании этого теста, который нам поможет как можно раньше определить наличие проблем с освоением чтения. Учителя готовы помочь, только не все знают, как именно. В некоторых школах существуют специальные дополнительные программы. Как и многие подростки, этот парень застенчив. Он ходит в самый обычный класс, в самые обычные школы. По всем признакам у мальчика дислексия. Он учится по специальной поддерживающей программе в школе. Предпочтение он отдает цифрам. Математика ему дается проще других предметов. И оценки здесь выше, чем у одноклассников. Тягу к точным наукам уже сейчас проявляет и этот ученик самой обычной школы. Время он находит и для дополнительных занятий по интересам. А интересует его многое. История, космос, природоведение и роботы. Их он конструировал в Доме творчества. Когда меня заставляют читать слух, я очень волнуюсь. Одноклассники иногда смеются, если я неправильно что-то прочитал. Он не любит читать слух перед всем классом, потому что получается не так, как у всех. Небольшой фрагмент текста может занять много времени для прочтения и понятия материала. Поэтому очень рад, когда тексты дома читает ему мама. Так идет быстрее. А в школе, как известно, обучение основывается на чтении. Для этих детей прекрасным помощником стали бы аудиоматериалы, прилагающиеся к книгам. Планшетные компьютеры, различные компьютерные программы. Хорошо, если у них были бы учебники. Причем у каждого свой, который он может всегда носить с собой. Подчеркивать в учебнике, что ему нужно. Заштриховывать. Своя книга с диском, которую не нужно было бы сдавать в конце года, могла бы помочь таким детям ориентироваться в учебном пространстве. Решением проблемы стали бы и личные компьютеры. Я слышал, что планировалось во всех школах выдать ученикам плачетные компьютеры. Но от этого отказались. Учителям было бы сложнее, а вот детям наоборот легче. Можно было бы быстрее печатать и не надо было бы писать. Помогло бы ребенку во время контрольной работы и то, если бы кто-то прочитал ему слух условия задания. Например, в развитых странах используют голосовые синтезаторы. Многие специалисты считают, что люди с симптомами дислексии гениальны. В других областях такой человек может проявлять неординарные способности. Среди известных и гениальных людей с дислексией Альберт Эйнштейн, Ганс Христиан Андерсен, Уолл Дисней, Леонардо да Вичи, Квентин Тарантино, Петр Первый. 11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного. Он был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе ныне покойного папы Иоанна Павла II. В своем послании, написанном по этому поводу, понтифик цель инициативы определил так. Дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских и католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу, необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчение их страданий. Примечательно, что Иоанн Павел II установил Всемирный день больного через год после того, как ему был поставлен диагноз болезнь Паркинсона. Дата 11 февраля выбрана не случайно. Католики всего мира издревле отмечают 11 февраля день больного. Именно в этот день во французском местечке Лурд много веков назад произошло явление Богоматери. Святая Дева Лурдская Богоматерь исцелила страждущих, став тем самым символом спасительницы больных. Во многих странах мира в этот день проходят благотворительные акции, мероприятия, посвященные теме профилактики болезней. В католических храмах служат торжественные мессы. Для людей, пока не жалующихся на здоровье, Всемирный день больного – повод задуматься о хрупкости человеческого организма и примкнуть в этот день к числу сторонников здорового образа жизни. Например, отказаться от вредных привычек, хотя бы на этот день. Курзамское телевидение приглашает на работу журналистов. Требования – русский язык родной и знания латышского языка. Подробная информация по телефону 29 637 861. В среду 12 февраля в 18.30 на порталах www.ventspols.lv, www.ventasvals.lv, а также на информационном канале «Скатвис» на вопросы горожан в прямом эфире ответят заместитель председателя Венсполской городской думы Дэдзи Сошникс, председатель комиссии по закупкам, член комиссии по вопросам экономики и бюджета, комиссии городского развития, комитета по социальным вопросам Венсполской городской думы Айгу Гутманис и заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и спорта, член комиссии образования и комиссии по вопросам культуры, директор Венсполского музыкального училища Андрис Григориз. Тема беседы – работа, проделанная Венсполским самоуправлением в 2013 году. Вопросы можно задавать на городском портале www.ventspols.lv, присылать по электронной почте на адрес www.vtscatvis.net, а также можно задавать их, позвонив по телефону 636-01-183 в рабочие дни с 8 утра до 12 дня и с часу дня до 5 часов вечера. Позвонить студию можно будет и во время эфира. Еще одна Венсполская школа отмечает в этом ущебном году свой юбилей. 55 лет назад была построена и приняла первых учеников третья средняя школа. Так уж совпало, что наряду с третьей средней школой юбилей отмечает и ее многолетний директор Вера Шенгелия. Первое праздничное событие, посвященное круглой дате, состоялось в понедельник, но одним мероприятием торжество не ограничится. От классики Доро Петрова все дарит любимая школа. От классики Доро Петрова все дарит любимая школа. То, что школа для учащихся и педагогов второй дом – не пустая фраза. Педагоги здесь проводят больше времени, чем дома, а зачастую своим ученикам уделяют больше времени, чем родным детям. Юбилей – это тот момент, когда можно немного остановиться и проанализировать, чего удалось достичь. Юбилей – это подарки и поздравления. В первую очередь спешат поздравить свою школу с юбилеем, конечно же, те, кто каждый день приходит в школу за знаниями. Воспитанники третьей средней школы продемонстрировали свои таланты. Были и танцы, и песни, и инструментальная музыка. Третья школа активно участвует в городской жизни, в международных проектах и по праву гордится оркестром народных инструментов «Калинка», которым управляет Людмила Байдарова. Мы со стороны самоуправления, как всегда, можем вам пообещать, что сделаем все возможное, чтобы ваши условия работы только с каждым годом получались. Три пожелания прозвучало из уст Яниса Витлэньша. Первое, что он пожелал, это то, чтобы самой большой радостью для учителей были успехи их воспитанников. Второе – в течение пяти лет увеличить пропорции наличия в коллективе педагогов-мужчин. И третье, я думаю, самое главное, говоря о том, какое свойство, самое главное для учителя, я желаю вам, чтобы это свойство никогда не уменьшилось, а только с каждым годом увеличилось. Это любовь к детям. Удачи вам! Со словами благодарности обратился к учителям и руководитель управления образования Алдес Славинскис, подчеркнув, что главное в любой школе – коллектив. Учителям, директора, руководства, я уже знаю, сколько уже, 26 лет, 27 лет, школой руководит Вера Павловна. Я сам порой удивляюсь, откуда у нее такая энергия, как обычный двигатель. В завершении своего празднования Алдес Славинскис вручил почетные грамоты от Министерства образования и Венсполского управления образования. Особого внимания в 55-летний юбилей удостоились Валентина Головко, Елизавета Казарина, Ольга Солоб, Геннадий Носков, Вера Шенгелия, Анжелика Зраченко, Светлана Слободенюк, Лариса Орлова, Наталья Матюшенко, Светлана Гончаренко и Юлия Филиппова. Среди почетных гостей был и консул-советник Генерального консульства Российской Федерации ВЛЕП и Александр Долгополов. Сегодня очень знаменательный год на 55 лет. Помните, раньше были отметки по пятибалльной системе, две пятерки, а если сложить, десятибалльная система, то уже 10. Это счастливое число, и полагаю, что и дальше школа будет так же успешно продвигаться и дальше будет отмечать юбилей. Теплые слова поздравления прозвучали из уст руководителей всех учебных учреждений Венсполса, среди которых есть и выпускница третьей школы Людмила Володина, возглавляющая сейчас вторую среднюю школу. Поздравления в этот день звучали не только в адрес школы, но и в адрес директора школы Веры Шенгелия. Так уж совпало, юбилей в один день и у школы, и у директора. Сюрпризом для всех стало выступление ансамбля учителей, исполнивших Рио-Риту. Нина Константиновна Дарозница вспомнила, как принимала на работу совсем еще юную Веру Шенгелю, разглядев в ней потенциал и поняла, что она не ошиблась. Везде, где бы ни была Вера Павловна, где бы чему бы ни прикасалась ее рука, везде чувствовалась ее инициатива, новаторство, способность. Всю неделю школа будет праздновать свой день рождения. 12 февраля день сюрпризов для учеников, а 14 февраля в 17.00 встречи выпускников и учителей. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение. Предприятие Венсполсрейс проводит опрос населения при посредничестве учеников 6-й средней школы, с которой у Венсполсрейса сложилось тесное сотрудничество. Цель опроса выяснить пожелания пассажиров, их мнение относительно расписания и схемы курсирования общественного транспорта. Руководство предприятия намерено выяснить, будет ли пользоваться спросом маршрут, пролегающий до парка приключений. В опросе предусмотрены и пункты, касающиеся работы автовокзала и предоставляемых им услуг. Кроме того, с помощью опроса предприятие желает выяснить, сколько пассажиров пользуются остановками, не имеющими навеса, определить интенсивность движения общественного транспорта в разных местах города. Для школьников это опрос, который они проводят в рамках проектной недели, и это возможность побольше узнать о работе волонтера. Вот в такое время бывает, что несколько автобусов подряд, а потом большой перерыв, надо долго ждать. Для предприятия Венсполсрейс проведение опроса одно из мероприятий по улучшению качества обслуживания. Венсполсрейс в последние годы входит в число лучших предприятий, оказывающие услуги пассажироперевозок. Второй год подряд Венсполсрейс завоевывает титул самого безопасного пассажироперевозчика. В этом году в конкурсе «Самый безопасный автопарк» Венсполсрейс занял первое место сразу в трех категориях – пассажирские перевозки, грузовые и специальные автопарки, а также автопарки пониженного риска. Татьяна Саксаганская, Андрей Кулыгин, Курзомское телевидение. Погода вновь больше напоминает Курзомскую зиму. Столбик термометра держится возле нуля, а значит Венсполская гора Лэмберга-Хута не может предложить посетителям насладиться зимними радостями, для которых обязательно наличие снега. Намеченные ранее на 15 и 16 февраля соревнования на приз Айвара Лэмберга по сноуборду и лыжному фристайлу переносятся на неопределенный срок. За информацией можно следить на портале лэмберга-хута.лв Воскресенье завершился Олимпийский турнир саночников в индивидуальном зачете. Мартин Шрубинис после первых двух заездов шел на 11 месте. В последней попытке он показал пятое время и завершил соревнование на 10 месте. Олимпиада в Сочи для Мартинша пятое. Впервые он попал в состав Олимпийской сборной в 1998 году в Нагана. В 2006 году в Турине спортсмен завоевал бронзовую медаль. Первую медаль на зимней Олимпиаде для независимой Латвии. На данный момент Мартин Шрубинис заявил, что текущий сезон станет завершающим его спортивной карьере. 19-летний венспилчанин Роберто Путитис дебютант Олимпийских игр. Спортсмен выступает в дисциплине шорт-трек на дистанции 1500 метров. В четвертьфинале Роберто занял шестое место, но судьи дисквалифицировали японского спортсмена Токамида, из-за столкновения с которым Путитис потерял равновесие и пришел последним. Это позволило латвийскому конькобежцу попасть в полуфинал, где он стал пятым и в общем за счете занял 15-е место. Конькобежец Харал Силов на Сочинской Олимпиаде заявлен на три дистанции 500 метров, 1000 метров и 1500 метров. На спринтерской дистанции медали уже разыграны. Харал Силов и в первом и втором заезде занял предпоследние места и в общем за счете у него 37-е место из 40 участников. В среду спортсмен стартует на дистанции 1000 метров, в конце недели на 1500 метров. В свою очередь саночникам в ближайший четверг еще предстоит командная эстафета, в которой примет участие Мартин Шрубенис. В воскресенье в спортивном холле в Екаппилсе прошел ежегодный баскетбольный праздник матч звезд ЛБЛ, в котором по традиции задействованы игроки и болельщики баскетбольного клуба Венспилс. В этом году венспилсчане оказались лучшими во всех конкурсах. А в самом матче победу праздновала команда ЛБЛ. Ежегодные игроки клубов Латвийской баскетбольной лиги и баскетбольные болельщики собираются на матч звезд. И каждый год мероприятие организуется в новом месте. На этот раз звезд латвийского баскетбола принимал Екаппилс, куда отправилась и представительная группа делегатов от баскетбольного клуба Венспилс. По традиции матч звезд разыгрывается между командами ЛБЛ и легионеров. Наставником латвийской дружины уже второй год подряд становится главный тренер венспилчан Роберт Штеллмахер. А в составе команды ЛБЛ играют три венспилчанина Сандес Валтерс, Роналд Затис и Янис Тима. В свою очередь в команде легионеров венспилс представляли Лоренцо Вильямс и Харвей Грант. Непременный атрибут матч звезд конкурсы баскетбольного мастерства. Навыки пробития трехочковых бросков продемонстрировал Сандес Валтерс. Я забросил 20 раз. Моим самым сильным конкурентом я считаю Кристофа Янычонока. У нас свои отношения особая борьба и сегодня никто уступать не намерен. И ему все удалось. В финальной серии Сандес сошелся с своим принципиальным соперником Кристофом Янычоноком из В. И с результатом 20 очков обыграл его. Самым зрелищным по праву можно назвать конкурс Слэмданк, которым стартовал Янис Тима, стараясь перебороть одного из лучших данкеров Европы, победителя конкурса в трех предыдущих лет Кристофа Дарго. Побороть с Дарго вполне реально. Я, конечно, постараюсь победить в этом конкурсе. Остальные данкеры тоже очень неплохие и хорошо подготовились. Тот же Карлис сегодня выглядит неплохо. Будет увлекательный финал. Я очень рад, что болельщики увидят меня в этом матче. Наверное, я хорошо запомнился с прошлого года, хотя мы тогда и проиграли. Но игра была хорошая, было достойное шоу. Людям понравилось, а это главная идея такого мероприятия. И люди выбирают своих фаворитов. Нешуточные страсти кипели и на соревнованиях групп поддержки. В прошлом году венсполская команда не сумела удержать титул чемпиона, завоеванный ими два раза подряд. А в этот раз кубок победителя вновь вернулся в Венспол. Было трудно, но мы вернули себе титул. Но было и правда непросто. У меня, к примеру, была сессия, и я объединяла тренировки с экзаменами. Тренировались и по субботам, и по воскресеньям, с утра до вечера. И мы это сделали. Спасибо девчонкам. Тренеры тоже тряхнули стариной, как обычно, посоревновались в бросках по кольцу с центра площадки. Матч звезд получился на редкость результативным и завершился со счетом 154-110 в пользу команды ЛБЛ. Подробнее о мероприятии и о достижениях венсполщан смотрите в передаче 19 февраля. Юлия Костенко, Гита Маркенсона, Марик Сумленный, Курзомское телевидение. Это все события на сегодня, о которых мы успели рассказать вам Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Курзомское телевидение приглашает на работу журналиста. Требования русский язык родной и знания латышского языка. Подробная информация по телефону 29 637 861. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...